О том, как пандемия повлияла на моду и что нас ждет впереди, сегодня в нашей программе «Модный разговор». Оставайтесь с нами. Друзья, снова здравствуйте! С вами Анастасия Яковлева, «Модный разговор. Мода и люди». Со мной Владимир Пухинек, надеюсь, уже полюбившийся вам. Я очень надеюсь, что вы посмотрели наши предыдущие три части программы. Если не смотрели, пожалуйста, смотрите. А сегодня мы встретились уже совершенно по другому поводу. Сегодня мы с Владимиром поговорим о моде. О моде и о том, как на нее повлияла пандемия, о том, что нас ждет впереди. И очень интересно, Володя, привет! Привет! Володя, привет! Вы знаете тебя, что ты вообще обо всем этом думаешь. Ну, давай вообще начнем с того, а что такое мода для тебя? Что для меня мода? Ну, мода для меня это такое очень интересное явление, которое заставляет нашу жизнь все время двигаться вперед. И люди очень часто... Не зря же мода как бы является социальным явлением. Люди очень часто не придают ей серьезности. Считают, что мода это что-то такое легкомысленное. Наверное, для кого-то она там, для каких-нибудь модников юных она легкомысленная. Но для тех людей, которые работают в модной индустрии, это отнюдь не легкое понятие и не легкомысленное. Это очень серьезный бизнес, это серьезное искусство, это... Поэтому для меня мода... Для меня мода это моя жизнь, да, в том плане, что я всю жизнь занимаюсь и интересуюсь модой. И, конечно, если бы в этом мире моды не было, мне бы было очень плохо. Вот. Но я моду воспринимаю не то, что я должен быть модным и одетым во все последние тренды сезона. Нет, отнюдь, конечно. Во-первых, всегда надо иметь баланс между тем, что модно и как ты выглядишь. Потому что, ну, гнаться за последними новинками, это только могут, наверное, какие-нибудь кинозвезды, рок-звезды. Ну, вот ты говоришь, что мода это большая индустрия и так далее и тому подобное. Вот, ну, к большому сожалению, сегодня будем говорить о том, о чем может быть не принято говорить. Вот ты как телеведущий, да, знаешь, что обычно у нас принято все хорошее показывать, все не очень хорошее прятать и замалчивать то, что на самом деле происходит. И вот сегодня я хочу откровенно поговорить с тобой о моде, как с человеком, который, ну, практически всю свою сознательную жизнь отдал этому направлению, который занимался и обычной модой, и театральной модой, да, и вообще ты в ней, и это правда. Что меня очень сильно настораживает, расстраивает, то, что, и это не секрет, говорят, что вся мода, она на Западе. А в России это уже так, да, какие-то там, не знаю, пришедшие оттуда явления, и мы, как таковые, не являемся ни законодателями моды. И это правда, на самом деле. Вот я хочу у тебя узнать, а почему это так? Почему при таком большом потенциале, о котором мы говорили с тобой в прошлых наших передачах, да, у нас очень талантливые люди, это действительно правда. И обучение есть, да, и специалисты хорошие есть. Нету больших имен. Ну, даже вот давай посмотрим, сколько мы можем назвать много знаменитых модельеров, которые были на Западе, да, где-то в Америке. И вот из известных в России, это, наверное, только, ну, и так вот, если говорить в мировом масштабе, да, это только Зайцев и Юдашкин. Вот, кто еще? Ну, так, честно. Ну, почему Парфенова узнают? Ну, хорошо, еще Парфенова, да. Понимаешь, это все равно очень маленькое количество людей, которых мы даже с тобой, люди, которые занимались модель, занимаются модой, можем вот так вот сразу вспомнить и назвать эти имена. Почему так? Ну, давай будем честными, не знали бы и Зайцева, и Юдашкина, просто Зайцев это единственный человек, который в советское время выбился из вот этой вот системы домов-моделей, который впервые заявил о себе, как я, Слава Зайцев, как модельер. Потому что до этого были художники, которые работали при модных домах моды, нет, не так, домах моделей, общесоюзный дом моделей одежды, ленинградский, республиканский. Ну, вот это было коллективное творчество, ну, вернее, оно было не коллективное, но это все подавалось как коллективное творчество. Поэтому Слава и привлек к себе внимание. Ну, потом, как бы, все-таки был этот период, 60-й период оттепели, когда Запад тоже очень интересовался русскими художниками, дизайнерами. Ему повезло, поэтому он, конечно, прозвучал. И дружба Славы с Пьером Карденом всю жизнь, да, это все вот из тех далеких 60-х, и не зря же его там называли «Красный Диор». Вот, тоже касается, что и Вали Юдашкина, потому что в перестроечный период интерес к России был велик, и поэтому Вале повезло. Ну, и потом все-таки Валентин был год членом-корреспондентом Палаты Высокой Моды Парижа. Я думаю, что потом, взвесив все за и против, Валя понял, что, ну, это очень дорогое удовольствие, потому что для этого надо иметь модный дом в Париже, там очень много законов платить ежегодный взнос в палате. И тогда ты можешь стать вот тем кутюрье, да, потому что очень часто называют дизайнеров кутюрье. Это абсолютно неправильно, потому что кутюрье являются люди, только которые состоят в Палате Высокой Моды, в Парижской. Наверное, он ближе всех приблизился к, так сказать, мировой высокой моде, но при этом, я думаю, взвесив все за и против, Валя понял, что рынок России большой, и можно как бы и здесь сделать имя, что он великолепно и сделал. Вот. Потом хочу сказать, что в мировой моде, вот как в понятии моды, был период, когда Россия была действительно модна по-настоящему. К сожалению, это был небольшой период времени. Ты понимаешь, Россия была модна, это немножко не то, что мы были законодателями моды. Мы были законодателями моды. Ну, с нашими матрешками и русскими, и русским стаилом. Нет, 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 я сейчас говорю про другое. Я говорю о великолепном импресарио, выходцам из Петербурга, из России, ну, как бы, как импресарио, конечно, родился в Петербурге Сергей Павлович Дягилев, который создал свои русские сезоны. Да, это было очень долго. Ну, я рассказываю. Нет, нет, но это действительно, как бы, вот, если взять мировые альбомы о моде, да, если мода 20 века, то единственные русские имена, которые там появляются, это как раз Бакст, Дягилев, естественно, там, Нежинский. Все началось с театральных представлений, которые в Париже перевернули сознание парижан и всего культурного человечества, и потом пошла мода на русское, на все русское. И, мало того, благодаря Баксту, благодаря многим-многим Бенуа, многим художникам стала и мода являться русской. И есть такой факт, что мама нынешней правящей королевы Британии Елизаветы II выходила замуж в платье в русском стиле. Как это? Смотри, это все понятно. Это когда было? Это было? Нет, это было по-настоящему. Я имею в виду, что вот тогда это можно было сказать. Дело в том, что балетные танцовщики английские, которые приходили танцевать в группу Дягилева или в какие-то другие, они брали русские имена. Насколько модно было быть русским? Больше таких периодов, к сожалению, в мировой моде не было. И я думаю, что в ближайшее время, к сожалению, и не будет. Но здесь есть много факторов. Во-первых, в нынешнем мире понятно. Есть некая недоброжелательность к России с разных концов и Запада, и Америки. Но я думаю, тут не только в этом дело. Я, знаешь, не соглашусь, почему? Потому что у нас был достаточно большой период времени, начало 2000-х годов, муж как лет 15, когда наоборот, ну, как-то стали к нам более... Поворачивать в нашу сторону голову. И все равно не вышло оттуда каких-то вот таких вот... Хотя я знаю, что наши какие-то вот молодые модельеры в свое время и в Париж ездили, и везде. Я вот, честно, скажу тебе... Как не вышло? Ну да, Давид Кама в Лондоне выпускает. Каждый сезон коллекции на... Ну, Демна, простите, Демна Гвассалия тоже выходят из Советского Союза. Родился-то он в нашей стране. Я думаю, знаешь, что, в чем еще дело у нас, на самом деле, мое мнение? Да, это, конечно, в нашей нищете. Я объясню. Значит, мне кажется, что мода, это вообще такое явление. И вот про высокие дома, и, по крайней мере, то, что я знала, когда изучала, да, дома моды, вот преподаватель наш говорил, например, о том, что практически они все становятся банкротами в какой-то момент. Ну, потому что это, скажем так, это очень круто, красиво, не очень выгодно. Обычно это какие-то инвестиции, которые делает либо, ну, какой-то частный инвестор, да, либо, может быть, ну, в каких-то странах, возможно, государство помогает. У нас, ну, частные инвесторы как-то на это не сильно вкладываются, ну, если только это, там, жена или еще кто-то, да, но, опять же, в жену или еще в кого-то вкладываются не потому, что она сильно талантливая, а потому что она жена, да, а это немножко другое. Государство, государство, к сожалению, а я хочу привлечь к этому внимание, почему нет? Потому что колоссальные деньги выделяются на разные вещи, а ведь мода, красота, творчество, это ведь тоже то, что толкает страну вперед. Да, за счет чего она налаживает связи, становится известной, и никто этому не помогает. Я тебе могу сказать, что я с этим столкнулась, когда, ну, ты знаешь, мы делали фестиваль «Петербургская красавица», и это, кстати, было не про конкурс красоты, а про фестиваль моды вообще-то изначально идея была какая, да, совместить вот это все. И все комитеты, которые у нас, и у меня была резолюция губернатора, да, это вот был такой первый действительно в Петербурге государственный, можно сказать, конкурс, фестиваль. Все нам помогли, все похлопали в ладоши, сказали, кем-то, все классные, вы молодцы, в общем, молодцы, но, значит, у меня висит грамота, благодарность, еще что-то, понимаешь, и на этом, в принципе, помощь закончилась. Хотя, на самом деле, мы, у нас была шикарная миссия, да, дать возможность и создать площадку для молодых дизайнеров, показать себя, чтобы дальше, возможно, их подхватил комитет по предпринимательству, который имеет возможность и зарубежные связи помочь им, ну, хотя бы даже своими связями, да, какими-то, вывести их за границу, еще пандемии тогда не было, и это все можно было сделать, понимаешь? Почему этого никто не делает? Ну, мне кажется, ты сама же ответила на свой вопрос, потому что никому это неинтересно. Я с этим комитетом по предпринимательству как раз имел тогда некий диалог, и я помню, что я был позван на несколько заседаний, вот, и все вот это бла-бла-бла рассказы, я помню, когда первый раз там мы встретились, они очень интересовались, что надо сделать для моды, что там звучали какие-то яркие лозунги «Сделаем Петербург модной столицей». А это не просто были лозунги, ты знаешь, что это был целый проект, и мы, как бы, типа, даже выиграли какое-то что-то там, я уж не знаю, сколько там денег на это выделили, где эти деньги? Я хочу сказать, что мы долго разговаривали, все прекрасно записывалось, потом, когда мы встретились через несколько месяцев, они практически моими словами, что я говорил, написали некий отчет, и в конце было объявлено, что вот мы сейчас придумали такое мероприятие в Милане, мы туда повезем Валентина Юдашкина и Стаса Лопаткина, и устроим такой вечер моды в Милане, на что я сказал, что, ребята, ну это, конечно, хорошо, что вы повезете Юдашкина и Лопаткина, тем более, что это два состоявшихся художника, но если бы вы еще прихватили с собой десяток молодых дизайнеров, которых бы там вот в рамках этого вечера показали, это вообще бы было гениально. Ну, я так понимаю, что на меня сразу обратили, ну, в смысле, я имею в виду, заточили зуб, потому что не любят. Ну и чем все это закончилось, мы же видим, что ничего не сдвинулось. А, и я помню, что самая большая помощь молодым дизайнерам, это был этот совершенно бездарный шоу-рум в гостином дворе, куда там дизайнеры вначале приехали, повисели пару дней и поняли, что туда никто не ходит. Ну, простите, дело в том, что когда я в одиннадцатом году ездил в Милан, была такая выставка, в театре Пикало в Милане пять петербургских художников показывали свои работы, связанные с театром. Назывался «Театр моды» выставка, значит, это была Татьяна Парфенова, Татьяна Котегова, Янис Чимолиди, Лена Бадмаева и я. И вот очень приятно все это происходило, и на открытии мэр Милана говорил такие фразы, что мы обожаем моду, потому что для Милана мода – это жизнь, да. 80% денежного оборота Милана как раз приходится на фэшн-индустрию, поэтому мы моду любим. Вот, я знаю, что в Италии тоже не все так сладко, и не могу сказать, что там прям государственное какое-то финансирование, но то, что есть много помощи художникам, и это правда. У нас в стране, к сожалению, считается, ну, во-первых, модой никогда не любили заниматься, это была чистая инициатива или художников, но раньше хотя бы были дома моделей, которым, ну, как бы, они по статусу существовали сейчас, это никому не надо. И, Настя, ты правильно сказала, что если ты не дочь, не жена, не… Вот, ну, а как мы же видим этот опыт, дочь, жена и все остальное… Нигде они, понимаешь, их нигде нет. Да, их нет, ну, мужчины вкладывают деньги, ну, это все заканчивается на уровне, я побаловалась, ну, теперь мне это надоело. Ну, в лучшем случае, они делают какой-то масс-маркет, кстати, неплохой, между прочим, иногда, но это не о моде, да, это все-таки… Ну, просто там, вот если бы это была европейская какая-то история, это же есть в истории моды сплошь и рядом. Если человек, не имеющий образование, вдруг хочет работать в мире моды, что он делает? Он нанимает профессионального дизайнера, да, который делает линию одежды, а он курирует, он даже может, там, вносить какие-то правки, все, но это должен делать специалист. У нас же, мы же знаем, что копейки не заплатят, или будет человек существовать, просто есть хорошие специалисты, но, к сожалению, им нет применения. А вот, кстати, что ты скажешь, ну, поскольку, как мы уже говорили, да, вот в предыдущей передаче ты преподавал в разных местах, да, и тебе удалось и там, и там попреподавать, просто дело в том, что когда я, например, в свое время поступала в Ленинградский техникум легкой промышленности, краснознаменные, наверняка, ты знаешь, да, ныне инженерной школы одежды, это было настолько престижно, то есть я, на модельера я даже не мечтала, потому что там был конкурс просто 20 человек на место, да, у меня не было художественного образования, я поступила на технолога, но даже туда был конкурс, там, под 10 или 12 человека, я, кстати, поступила с большим трудом, если честно, я там где-то в конце списка была, вот, и это было настолько престижно, я тебе больше скажу, за 4 года, там, чуть меньше обучения в техникуме, это не высшее образование, меня научили не только быть технологом, я могла быть модельером, конструктором, художником, и после этого я создала свое ателье, где полный цикл практически сначала делала сама, и я шила мужские даже пальто в домашних условиях, понимаешь, я когда это рассказывала Олесе Князеву, она меня такими глазами смотрела, ну, вот вообще, да, я такая, думаю, а что такого делала-то, как бы нас же научили, я проходила практику на Володарке, вот бывшая наша фабрика, нас учили так круто, я тебе могу сказать, что после того, как я после техникума поступила в Финек, ну, это совершенно другая была уже история, да, по экономиста, но вот если сравнивать эти два учебных заведения, одно не высшее, другое высшее, ну, ты знаешь, день и ночь, то есть то, что я получила в техникуме тогда, это просто, знаешь, это, ну, я не знаю, я до сих пор вспомню, я помню всех преподавателей, у нас была жесткая дисциплина, да, это прям, это прям было круто, это было очень круто, то, что сейчас с техникумом произошло, ну, я даже не буду это обсуждать, в общем, это даже ни о чем, да, абсолютно. Да, это совсем, да. И это к вопросу о специальном, я не могу, я не училась в нашем текстильном институте, да, поэтому хочу у тебя спросить, а какая там ситуация, потому что раньше он тоже, в принципе, достаточно сильно был учебным заведением, а что сейчас происходит? В текстильном институте ничего не происходит, по-моему, все как было, так и застыло на том уровне, я вообще, честно говоря, судить об учебных заведениях сейчас бы не брался, потому что, к сожалению, они все вынуждены выживать и писать вот эти бесконечные отсчеты. Я говорю, я когда ушел из Финека, я был счастлив, что просто нам не надо больше вот этого делать, потому что это пустое пачкание бумаги, и причем самое главное, вот эти вот все пачки отчетов, которые отправлялись в Москву, я просто уверен, что это никто не читает, но это вот, это некое издевательство над преподавателями, зачем это делается, я не понимаю, поэтому, ну, прям делают все, чтобы в высшем учебном, в смысле, в высшем образовании оставались вот только те люди, которые могут вот это вот... Слушай, ну, это то же самое, что в школе, я просто считаю, это, ну, какой-то просто учебный геноцид, да. У нас государство не заинтересовано в том, чтобы выпускать реально хороших специалистов, потому что, чтобы учитель хорошо научил, он должен быть в комфортном состоянии, да, а не в состоянии написания ночных отчетов, да, это то же самое школа касается, на самом деле, да, я разговаривала с обычными учителями, и школа не хватается за голову, потому что просто это отнимает практически половину их свободного времени, да, вот эти все электронные отчеты, там, то, что они должны... И точно так же они говорят, а кто это читает? Ну, кто-то, может быть, читает где-то, зачем? То есть, что важно, дать детям знания или людям, да, либо поместить преподавателей в такие условия, когда они уже ничего не хотят, и классные специалисты просто уходят. Ну, учитывая, что еще и зарплаты маленькие, да, то есть, если было какое-то время, когда преподаватели, знаешь, все-таки на энтузиазме работали, но, по крайней мере, они понимали, за что. То есть, они действительно создавали... Ну, это была такая возможность, да, и все-таки с финансами было попроще даже в начале тех же 2000-х. Сейчас происходит полное падение экономики, но это во всем мире, в принципе, тенденция, да, но в России это очень сильно ощущается. И получается, что у нас хороших специалистов в учебных заведениях не остается просто, да, остаются те, кто готов просто за реальные копейки работать, ну, просто за чем-то, да, там, может быть, для стажа или еще для чего-то. Где реально... Как реально можно научить? Я, честно говоря, не очень понимаю, как эту ситуацию можно поменять, потому что... Или что-то должно смениться в Министерстве образования, да, ну, вот, скажем так, когда я пришел в ВУЗ преподавать, вот, в 2004 году, я помню, что первые года очень серьезно следили за тем, куда наши выпускники распределяются, куда они идут работать, в какие компании, мы даже писали какие-то отчеты, и это было важно. И, кстати, многие наши студенты работали в масс-маркете, в достаточно известных компаниях, в OG, там, прям, несколько было дизайнеров наших, вот. Но потом все, вся эта ситуация сходила на нет, нет, и когда я уходил из Финека, вот это была прям комедийная ситуация. Самым важным отчетом о дипломе было в онлайн-кабинете надо было пройти работу на плагиат, да, то есть, ну, это вообще, да, для дизайнера, который... Это, может, цинично, но я иногда говорю, что дизайнер может и не уметь ни писать, ни говорить, это же не важно для человека, может, он умеет выражать свои чувства и эмоции именно через одежду, да. Вот, какой антиплагиат? В Мухе, например, одно время, я достаточно долго сидел в комиссиях на дипломах, они даже не показывали письменную работу, потому что отчет о проделанной работе, это была коллекция, это было некое портфолио, собранное за годы учебы, и какой-нибудь или фильм, или там инсталляция, какая бумажная письменная работа, исследование, да. Объясняю, почему это происходит. Ведь в министерстве сидят люди, которые в этом вообще ничего не понимают, да, и им контролировать вот то, что мы делаем, они не могут. Они могут контролировать только бумажки, которые вот это вот, ты написал так в строчку, не так, там отступил, там не отступил, и поэтому вот это вот весь уровень образования. Это печальнейшая история, это моя боль, потому что, ну, все-таки 14 лет в учебном заведении, это тоже как бы много, и прекрасный был коллектив, вот. Но я не вижу выхода, или действительно что-то должно... Нет, ты видишь выход, потому что, насколько я знаю, мы же уже говорили, да, про вашу образовательную программу, то есть есть вот такие образовательные программы, как вот создал Владимир со своей командой, да, которая рассчитана всего на 9 месяцев, за которые, в принципе, люди имеют возможность действительно заниматься творчеством, даже поучаствовать в наших самых высоких недельах. Но видишь, в этом же тоже есть один маленький нюанс. Мы то знаем, но мы в современной системе, мы не имеем права не давать никакого документа, подтверждающего... То есть я могу выдать только некую бумажку, сертификат о том, что человек прослушал этот курс, но для, там, работодателя это ничего, да, потому что, чтобы выдавать диплом, который бы соответствовал, там, образованию дизайнера, надо опять пройти 7 кругов ада, то есть надо купить лицензию, тогда ты сразу попадаешь под Министерство образования, и начинаются те же отчеты. Да, вот, понимаешь, поэтому безвыходная ситуация, к сожалению. Ну, Володя, она... Поэтому наша школа идет, скорее, как досуговая, да, то есть, и опять же, она хороша для людей, которым не надо диплом, а которым нужна профессия. Вот, смотри, я тебе о чем хочу сказать, что сейчас не всегда, понимаешь, вот в наших творческих кругах, ты же прекрасно знаешь, что у меня, например, модельное, там, агентство школы, да, вот когда ко мне приходит девочка, показывает мне три диплома каких-то там разных модельных школ, говорит, я уже учиться у вас не буду, я потому что уже училась вот здесь. Слушай, никаких вопросов нет, все же просто. Пройди, покажи, чему ты научилась, покажи свое портфолио. Знаешь, на этих вот трех просьбах люди, как бы обычно... Да, да, да. Не, ну кто-то там действительно, да, но я почему это говорю? К тому, что прохождение, неважно, скольки там курсов, с какими государственными лицензиями, не дают тебе, скажем так, историю о том, что ты реальный специалист, понимаешь? Я абсолютно... Я с тобой абсолютно согласен, но если этот человек хочет пойти... Если только производство какое-то большое... Да, если какое-то большое производство, государственную компанию, он не... Но сейчас, понимаешь, государственных компаний, ну, наверное, к сожалению, осталось не так много, да, в отличие от наших стран-побративов Китая, там и так далее. Ой, нет, ну в Китае-то наши дипломы... Они как раз там... Нет, я имею в виду про большие производства, где действительно они есть, это и Турция, и Китай, где обычно вот наши там, да, тоже работают. Вот, а у нас такой вот, ну, с маленькие производства, да, по факту семейные даже, это там 5-10-15 человек. Ну, к такие компании, это очень сложно. Я сам работал очень долго, я вообще никогда не показывал диплом. Слушай, ты как правильно... Я тебе даже больше скажу, я никогда не показывала диплом. И вопрос, ты понимаешь, в том, когда ты приходишь... Но ты не права, а вот сейчас, когда устраивался на телевидении, мне, ну, слава богу, мой диплом позволяет, потому что театральный вуз... Ну, это немножко другое, да. Но вот в нашем, да, вот в этом модном мире все-таки я считаю, что адекватные работодатели, ну, я понимаю, что ты, конечно, о небольших фирмах идет речь, они скорее попросят то же самое, что и просим мы. Они попросят у тебя портфолио, спросят, где ты, в каких неделях моды ты участвовал. Давай поговорим про маленькие компании. Это тоже, это, кстати, тоже одна из причин, почему у нас нет модной индустрии, потому что человек, очень часто же и к нам в школу обращались еще и в институт, значит, так, мне нужен человек, который умеет рисовать, краить, шить, и когда ты начинаешь объяснять, что, ребята, профессия дизайнера и профессия конструктора, это две разных профессии. Они не понимают, да. Я вообще не понимаю. А зачем нам надо вот это вот придумывающий? Я про себя все время думаю, люди, если бы не надо было придумывающих, уже давно бы на Западе устранили эту профессию, потому что самый главный человек тот, кто креативит в компании, а не тот, кто... На самом деле уже понимают. Люди уже понимают. Понимаешь, очень часто ведь компании организовывают не дизайнеры или там, да, модельеры организовывают, ну, просто люди-предприниматели, они действительно не понимают разницу между модельером, конструктором и дизайнером. Кстати, между модельером и конструктором тоже есть разница. Абсолютно огромная. Есть просто модельер-конструктор, это тоже великий человек. Ну, как бы вообще-то, в принципе, тоже разные специальности. Абсолютно. Вот. И в какой-то момент, конечно, эти предприниматели, ну, потыкавшись там туда-сюда, потому что когда похвастаюсь да вот так как учили нас но ты знаешь реально мы все могли быть всем то есть у нас люди выходят с моделлер модели реконструктор они могли быть художником они могли быть технологами то есть мы умели я тебе хочу сказать что на своей родине в городе днеприджинске да я закончил после школы профессионально-техническое училище пт у я выучился на портного это кстати подсказала моя тетушка мамина сестра которая сама была за учим школы и все одни и ждали что я пойду в высшее учебное заведение она видя вот ту мою страсть к шитью она сказала что волос но ты так хочешь шить пойди поучись в профессионально-техническом училище может даже если ты не будешь работать по специальности профессия у тебя останется на всю жизнь вот я хочу сказать что вот то образование которое я получил тогда я же тогда не понимал ну как бы я пришел там ну то что касается терминологии технологии даже даже пошива да понятно что все уже изменилось там мы еще учились первое детское пальто когда мы шили первое изделие это было детское пальто причем мужское почему-то данного мальчиков и она была на бортовой прокладки со всеми стежками да то есть я я еще вот я же древний мы с тобой умеем даже больше скажу я до сих пор я знаю что такое льняная кромка которую я могу нарисовать разрез кармана я тоже так это вот представь это профессионально-техническое училище причем преподаватели были у нас многие ну которым было там за 50 то есть это люди которые учились вот там еще где-то в где-то в районе после войны допустим или там может даже некоторые до войны я говорю что уровень образования был таков и причем терминология соответствовала в институте то есть это был вот сейчас да сейчас есть же эти колледжи швейные и мне тут ира селюта директор модного дома лили киселенко как-то рассказывает что она ее попросили в пушкин есть такой колледж но приехать на диплом но в жюри там в комиссии она сидит выходит студент там учащиеся учащиеся и говорит значит вот это за изделие вот это период ира говорит как за вперед а мастер производственного пусть хоть так хоть что-нибудь скажет да да нас был убили потому что есть полочка есть спинка понимаешь а с этого же все начинается да и потом как учили разговаривать там с людьми нестандартных фигур не дай бог обидеть человека да то есть это тоже была некая этика мы же изучали чтобы не дай бог не сказать вы такой жирный там вот сейчас городят такое я просто когда слушаю для лучше сворачиваться в трубочку потому что не то что обидеть унизить вот как вот это же очень важно потому что ты должен быть тонким психологом чтобы человек тебе пришел и остался потом с тобой на всю жизнь ну во первых вот мы еще говорим о том почему в русской моде нет ярких имен сейчас выросло такое поколение которое считает чтобы быть очень известным на виду это дурной ну как бы тон они считают что это все папсация что вот а надо быть тихим серым и много зарабатывать вот это вот как бы мечта суши это имеет место быть но это же дело в том что вот нас даже в советском союзе все равно воспитывали но во всяком случае хорошие педагоги что ты должен быть личностью ты должен быть ярким тогда поэтому конечно мы равнялись и на ярких и сами стремились сейчас это меня немножко угнетает потому что вот это вот тихушность она такая не она может и не опасная но это валовать смотри я все-таки считаю что ну не совсем так то есть вот то о чем ты говоришь это хорошо для ну например те же предприниматели давно например если говорить о моде вот он например я сейчас говорю о студентах которые конечно которые хотят быть дизайнер я бы не сказала что я с этим пока не стал нет я мало того я еще иногда общаюсь с людьми которые работают в индустрии моды и они это можно стать я тоже вопрос ну то есть мне не бьется в этом случае то есть это знаешь как я хочу быть кино актером но при этом я хочу быть неизвестным это вот из этой же серии не невозможно быть хорошим неизвестным актером если ты хороший актер ты автоматом в любом станешь известным но если у тебя только это проблем психологически сразу же по любому стремишься они же еще знают чем жить они сразу они сразу приводят в пример там типа вот мартин марджелла да типа человек который сделал такую империю а его никто не знает ну давайте будем честными во первых пока он делал его все знали это когда он стал уже марджеллой он тогда выбрал вот такой путь но когда он работал уже на поле гатье я тут даже нашел видео где он ходит моделью в показе жанна поле гатье потому что он первые годы вот конечно потому что стать ну это это какая-то новая психология про новую психологию мне кажется психология вся всегда одинаковая человек обладающий талантами он ну если он хочет состояться в своей профессии он все равно стремится я объясню почему я имею ввиду это не то что человеческое просто у них есть теперь другие рычаги как бы влияние потому что в наше время то интернета не было и если ты хочешь заявить о себе тебе надо было встать с дивана выйти сказать здравствуйте они все равно себе заявляют просто они теперь заявляют заявляют как заявляют иногда же ты сможешь даже не появляться как публичная ли ну я имею ввиду что если ты там производишь одежду это может быть марка это может это есть дело не в этом просто у них есть рычаги они считают что это просто стало почему-то не модно быть личностью вот это вот меня меня это кстати очень дико расстраивает потому что даже интересные люди которые бы могли преподавать они почему-то предпочитают да ну типа а это плохо потому что ну как-то опыт все равно должен передавать я не могу сказать что у нас есть недостаток людях которые хотели бы все-таки стать личностью да и продвинуться там в том что они делают я смотрю по своим студентам я честно говоря я не знаю про ваших студентов да я ну смотрю по какому-то своему окружению достаточно много ярких людей которые это другой вопрос что не у всех получается я вот и хотела другого как правило преподают те люди которые у меня возникают большого и хотят как многие хотят да не все не у всех есть возможности такие да это знаешь бог знает с чем это связано вот иногда это просто везение вот например знаешь я поскольку сейчас очень плотно занимаюсь развитием своих каналов да и с чем тоже иногда для меня например абсолютно непонятно почему вот одни люди заходят в каком-то своем направлении а другие на мой взгляд который круче и лучше нет может быть это вопрос просто времени да там больше времени надо на раскачку еще что-то но иногда вот я вижу людей которые очень хорошо раскручены меня вопрос как этот человек мог стать то есть когда я на него смотрю у меня он вызывает карет там ну я просто уже даже не да ну разные то есть я лишь не говорю когда я точно знаю что в него влили денег это это понятная история я говорю каких-то людях но может быть даже которых я знаю лично да или там опосредованно лично и ну и в котором я взаимодействую их слушаю скажем тогда и мне иногда реально непонятно почему рядом гораздо круче человек там да по всему и он не в таком топе но этому тоже на самом деле находится объяснение ну в каких-то можно психологических там аспектах потому что наш как говорят есть есть такой термин заходит не заходит до конца шоу не зашел иногда прекрасно во-первых знаю во вторых но в я хочу я всегда говорю и даже и ученикам своим что доля везения всегда присутствует тут вот человек может быть на моем веку было много примеров когда мне казалось что человек талантливее чем я вот но при том что я там не сорвал каких-то самых высоких лавров да но я имею ввиду что все равно меня знают интересуются чем я занимаюсь а есть люди которые абсолютная посредственность но очень удачливые очень успешно хорошо маркетолог или там им повезло с хорошо маркетологом да ну как одна моя приятельница говорила что есть такое понятие непредсказуемое как российский рынок и по этому поводу рогана сама промышленные дизайнеры рассказывала очень смешную историю когда она работала совместная компания российская по моему шведская больше и они значит выпускали одежду и перед там смысле к рождеству решили выпить выпустить рождественскую коллекцию привлек привлекая французского дизайнера ну там не не супер именитого ну какого-то и она говорит приехал такой весной еще импозантный как это афро афро не знаю как сейчас политкорректно говорить но в общем человек в очень красивом пуховике там это самое и говорит он начинает рисовать коллекцию как бы ну по западному образцу рисует смокинговые костюмы там какие-то а и все делает очень какое-то теплое закрытое потому что сам замерз это она говорит а я так хожу вокруг наблюдаю и думаю ведь он же не знает что пик продаж в декабре это мини-юбки в россии ну и как не так она оказалась права коллекция повисла мертвым грузом которая была уценена еле на распродаже там чего-то купили я вот уже иногда не понимаю почему у меня же очень разные программы да и вот иногда я сделаю программу она мне так нравится мне это так интересно блин ваш и нет просто он как бы и люди не смотрят а иногда какую-нибудь фигню знаешь так на коленке давай поболтаем где-нибудь там и раз и и взрыв но это когда я еще делал коллекции которые продавались там делаешь понимаешь что вот эта коммерческая модель вот это просто так ну для какого-то и тут получается что коммерческие все пролетели а покупают вот эту вот сумасшедшую к еще есть один момент о котором я бы хотел сказать потому что нашим наверное зрителям будет это интересно вот почему не происходит в россии никакого яркого имени и почему не поддерживают моду в россии самое обидное но государство объясняю почему поколение которое нынче при власти управляет это люди которые выросшие вот в тот период времени за железным занавесом у которых также не было возможности покупать вот те западные заветные вещи которые к сожалению этой мое поколение вот сколько раз я сталкивался допустим там даже мои клиенты это люди не творческие а вот такие там зажиточные вот ты ей создаешь какую-то уникальную вещь в единственном экземпляре называешь цену и начинается торговля ст в володину это дорого это это потом раз она приносит мне платье купленное в каком-нибудь магазине который стоит в четыре раза дороже горит а ты можешь мне его тут чуть-чуть посадить да я вот так в таких моментах я всегда грел нет извини пожалуйста но вот так где ты купила за такие деньги иди пусть там тебе потому что нет понятия престижности русского дизайна к сожалению мы это упустили в свое время и не смогли вернуть вот никакими перестройками и как бы мы там не пыжились а так как еще индустрию не поддерживают да я считаю что вообще по большому счету индустрии моды в россии и нет кроме масс-маркета это это уже есть вот такой вот модной как она должна быть с маленькими модными домами с крупными с крутыми все равно все работают в режиме отелье в основном то есть это индивидуальные заказы вот поэтому пока наши руководящие органы до бизнесмены не поймут этого что в россии масса талантливых людей если развивать их потому что люди которые должны понять что мода это тоже инструмент влияния и очень огромного влияния и кстати это влияние которое как раз таки не сильно заметно это то к чему все стремятся я вот сравниваю модную индустрию и как свое время в россии начинался ресторанный бизнес их помню что я в свое время живя в центре вот выходил там на улицу маяковского там жуковского например да и мне казалось что я живу в японии везде были японские рестораны прошло время как раз количество нормальное есть японские есть китайские есть итальянские много стало русской кухни я думаю что когда-нибудь в моде наступит этот же момент просто сейчас наверное еще чуть-чуть ну во первых действительно в мире кризис мы еще даже не знаем какие будут последствия после всей этой пандемии что произойдет с мировой с мировой модой потому что ну мы же видим я например в на сайтах профессиональных но просто есть модные дома которые если там лет бы 5 назад даже три года до пандемии сказали что они будут выставлять коллекцию там из 9 луков там или 27 но это просто нереально люди которые там два раза в год выставляли коллекции по 150 моделей по а теперь они делают вот такие иногда по эскизам то есть действительно мир моды сейчас переживает большие трудности они не признаются этому там правда есть свои плюсы и минусы потому что благодаря этому вдруг в моде появилось понятие модного фильма да то есть коллекцию презентуют не на ходе вами а делают замечательно вот то есть как бы очень интересное явление я думаю когда-нибудь все станет на круги своя и российские дизайнеры ничуть не глупее не иногда даже и талантливые потому что мы всегда привыкли творить в экстремальных условиях да и из чего что было и сами и красили я не знаю что только не делали с тканями я думаю что западным людям это даже не приснится потому что но хотя опять же тут хочу защитить допустим западную школу они действительно очень много учат людей когда люди обучаются дизайну делать все собственными ручками это правда это это правда и что кстати вот в россии иногда бывает такое зачем мне шить я типа нет когда ты знаешь как обращаться с тканью на первых ты сможешь объяснить любому конструктору любой любому портному что ты хочешь да а если ты умеешь только рисовать это очень сложно вот поэтому я считаю что сдаваться не надо надо приходить учиться приходите к нам приходите в пространство образовательное пространство модное и напоминаю что это всего 9 фэшн мастерс мы обязательно оставим под этим видео ссылочку прямо сейчас подпишитесь на мой канал чтобы быть в курсе новых интересных видео ну а я напоминаю что с вами была анастасия яковлева дизайнер владимир бухинек король авангарда как я сказала самом начале который до сих пор им остается и программа модный разговор ну и я очень надеюсь увидеть вас на наших следующих программах и кстати обещаю мы с обязательно еще что-нибудь интересненько запиши конечно спасибо а